Привет, ребят! Сегодня мы с вами будем открывать домик, сборная елочная игрушка из фикс прайса и вот этих вот собачек и смотреть, насколько это все подойдет друг другу в плане задумки конуры. Давайте начнем с собачек. Как я говорила уже на своем другом основном канале, что собачек нужно в фикс прайсе выбирать с особой тщательностью, потому что уж очень странные у них выражения мордочек. И так как производство все-таки Китай, то сделано все очень топорно и выражение моськи надо прям продумывать, продумывать, осмысливать и выбирать подходящее. Если с сонными собачками это еще прокатывает, потому что все-таки спят и спят, ладно, то вот с открытыми глазками это уже проблема. Собачки приклеены к подушечкам, поэтому посмотрим, войдет ли подушечка у нас в нашу конуру. Но при желании, конечно, можно отсоединить подушечку от собачки. Одна собачка у нас в стоячем положении на задних лапках, а эта собачка у нас спит. В сравнении с сельвашками, это весьма внушительных размеров животное. Вот, но ничего, то есть даже сидячая такая на задних лапках собачка вполне сойдет за домашнего любимца, которого сельван может дрессировать, любить и заботиться о нем. Так, вскрываем нашу елочную игрушку. Надеюсь, здесь все дырки просверлены, в отличие от саней. И одно окошко мы будем делать все-таки под вырез. Ломаем это добро. Но только так, чтобы все остальное не поломать. Там же просто нужно достать это все. Доставать аккуратно, смотреть, какие штуки остаются. Очень забавный, даже не знаю, подо что можно использовать. Так. Некоторые детальки отходят легко, а вот некоторые что-то вообще никак. Ура! Мы все сломали, можно порадоваться. Тот редкий момент, когда ломание, это хорошо. Так, убираем все. Ну, совсем не выпиюще лишнее. Какие-нибудь вот такие вот зазубринки. Смотрим, значит, что есть что. Это у нас крыша у дома. Соответственно, должно быть две одинаковые стены и пол. Так, не так. Значит, вот так. Да. Вот так. Соединяем теперь все это добро. У меня пельмень там с ума сходит на заднем фоне. Так. Интересная метода крепления. Мне кажется, что для полноты картины лучше потом посадить еще на клей. Так, пока что вроде все подходит, все проходит. Смотрим. С этой стороны. Туговато, конечно. Как будто, ну, чуть-чуть прям не хватает разреза. Чуть-чуть разреза не хватает. Вот здесь вот. Попробуем сейчас по-другому подойти к этому вопросу. Может, получше будет. Не просовывается. Я прикладываю столько сил, а вот эта штука не входит в домик. Давайте попробуем по-другому это все воткнуть. Что ж фикс прайс не может сделать-то так, чтобы все подходило. Вроде лазерная резка. Параметры должны задаваться, как это сказать, с точностью до миллиметра. Потому что все-таки на компьютере. А все равно вот какие-то проблемы. Вот. Плюс еще, видите, фанерка крошится. Это нехорошо. Так. А вот здесь наоборот. Очень было свободно. Да, вот здесь свободно. А вот с этой стороны проблема. Не подходит. Нужно чуть-чуть шире делать вот эту часть. Поэтому пока я соберу вот так, с такой зазубринкой. А дальше уже будем делать как надо. Даже, наверное, не так. Я сделаю без этой стороны, потому что она просто элементарно тогда на крышу у нас не встанет. Так. Собственно, сама крыша, смотрим. Эта сторона не подходит. Вот вообще никак. Вот вообще никак. И этой тоже. Господи, как собирать эту конуру, эту избушку? Ни в одну дырку не просовывать, только вот оставляя зазубринки. Прямо вот самым-самым верхом буквально скрепляется и все. Так, пробуем эту часть. С этой стороны тоже проблемы. Это, знаете, ребят, вот только если проклеивать, потому что сами они в пазы не встают. Или, может быть, аккуратно молотком, потому что, видите, ну никак, вот сколько усилий я не прикладываю, бесполезно. Ну, благо пол хотя бы подходит. В итоге получается вот такая вот конура. Здесь вот эти штуки должны стыковаться, но я не могу их состыковать, опять же, потому что крыша, не насаживается на вот эту часть каркаса. Будем с этим колдовать. Давайте посмотрим, что у нас с подушечками и прочим. В принципе, подушечка проходит. И ее можно даже попытаться как-то поджать и подогнуть, если поставить сюда еще одну вот эту штуку. То есть, в принципе, влезет. Но тык-впритык. Вот. Так что оставлять или нет, посмотрите сами. Вот. Потому что приходится все-таки очень сильно ее выжимать. Выжимать, ужимать, чтобы она сюда прошла. Вот. А домик еще, да, придется вот пилить, склеивать. Экспрайс никак не хочет делать игрушки так, чтобы с ними мог совладать даже ребенок. Чтобы довести нашу конуру до ума, расчерчиваю ей будущий вход. И припрягаем мужа с ручным лобзиком это все выпилить. И, кстати, да, если вы решите отклеить собачек, не под всеми собачками вас ожидает красивая подушечка. Может остаться вот такая штука. Это вот то, из-за чего сделаны собачки. И, собственно, вот так будет выглядеть их низ. Вне зависимости от того, осталось что-то на подушке или нет. Шерсти здесь нету, большой слой строительного, вот этого вот, даже не строительного может быть, а просто клей пистолета, горячего клея. И вот они прикрепляются так к подушечкам. Вот. И в таком виде они еще нормально себя чувствуют. А если, конечно, отодрать и перевернуть, то здесь красивые шерсти вы не увидите. Либо их надо на что-то наклеивать, чтобы было покрасивее, ну, либо оставлять так. С помощью молотка у меня удалось собрать, полноценного молотка, собрать вот эти вот пазы, очень сильно постучав по ним. И вот такая вот односторонняя конура получилась. Ну, собственно говоря, вот такая вот дырка усилиями уже получилась, как я и говорила вам уже. Вот остатки роскоши. И давайте посмотрим, влезет у нас наша собака сюда или нет. Вот в стоячем положении собака. Ну, да, она проходит туда. Вполне удобно ее можно туда поместить. И, в принципе, также удобно ее можно отсюда достать. Единственная проблема, что если вы, конечно, сюда что-то постелите, то доставать уже будет намного сложнее. Чтобы не было видно ни дырок, ни ничего-то лишнего, лучше вырезать тонкий картон или какую-то плотную бумагу по форме крыши и приклеить ее. Ну, а дальше уже декорировать. Вот. Так что оно имеет место быть, имеет шанс к выживанию, но тяжелыми достаточно путями. Субтитры создавал DimaTorzok